Денис Мехин, это кто? То есть получилось, что я обладал свойством, о котором я сам не догадывался. Как ты понял, что вот именно то, что тебя реально увлекает свободное время, в чем ты увлечен, как ты вот перешел в эту тему и там закрепился? Почему мы так устроены, я не знаю. Но вот, знаешь, люди на это реагируют. Принципы, ценности, легенда. Это просто вообще ключевая штука. Плюс 30% показателей без инвестиций и прироста. Как? Надо забыть об этом. Мне просто, мне надо как-то пережить. У меня всегда было самым приятным ощущением от выступления, когда видел, что у людей загораются глаза. Это было невероятно. Миллион это миллион. Миллион. Первая дверь почти всегда будет неправильной. Но пока ты сидишь дома и думаешь, да, вот есть такой путь, но скорее всего ведь это не получится. Он говорит, алгоритм Инстаграм работает так, что это дает сразу геометрическую прогрессию. Все, я сижу, как это передо мной, как этот джинн из бутылки сейчас появится. Всем привет. В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Когда я думаю о здоровом образе жизни и фитнесе, я думаю о нем. Денис Семенихин. Сегодня гость подкаста «Будь брендом». Популярный телеведущий, автор книг, ютуб-блогер с более чем 700 тысяч подписчиков на момент записи этого интервью, инстаграм-блогер с более чем миллионом подписчиков и просто сумасшедшей вовлеченностью. У Дениса много сфер его интересов, у него яркий личный бренд, и сегодня мы узнаем, как это получилось, как он это создал и что им движет сегодня. Поехали. Я рада, и это неожиданно, я думаю, для тебя и для меня. Буквально еще пару недель. Что ты рада? Нет. Неожиданно, что мы встретились с тобой вот в таком формате. Еще две недели даже ничего не предвещало, согласись. Конечно, да. Я не видел тебя лет пять, наверное. Лет восемь. Ну да, могу. И ты знаешь, кстати, вот как раз про эти лет восемь, когда мы с тобой тогда вот познакомились, ведь тогда же не существовало всей этой инсталихорадки, ютуб-рейтингов, ничего не существовало, а ты уже был брендом. По факту. Спасибо. У меня такой вопрос. Где начинается вот эта история, что ты понял, что ты хочешь строить, тогда даже слова такого не существовало, строить личный бренд. Что это? Само пиар, самопродвижение, понимание, кто я про что. Вот где у тебя пришло это решение? Было ли решение вообще заниматься своим личным брендом, как это называется сейчас? Такой формулировки точно не было. Сто процентов вообще эта формулировка сравнительно недавняя. Но мне кажется, не обязательно формулировать что-то для того, чтобы понять, как это делается. То есть ты изначально, если ты, это ты, то есть мой личный бренд, это моё имя и фамилия, так сказать, да, мои имя и фамилия. Соответственно, я как человек делаю в жизни то, что мне по душе. В какой-то мере это удача, то есть мне повезло. В какой-то мере это, естественно, продукт моих усилий, результат труда. Но я точно могу сказать, что мне кажется, успех базируется, если вообще это успех, успех, само понимаешь, очень относительно. Да, ну вот условно, если даже то, что есть у меня, называть успехом, то базируется он на том, что я изначально делал то, что мне по душе. И я всегда занимался своим собственным хобби. То есть здоровый образ жизни, тренировки. И моё отношение к этому для окружающих всегда были увлечёнными и реально заинтересованными. То есть когда я работал с журналами, я был заинтересован в том, чтобы писать эти колонки для Мэнс Хелфа в 90-х годах ещё. Не ради денег. Я не задавал вопрос, какой зарплаты вы мне заплатите. Я просто был рад, что мне дали такую возможность иметь площадку, когда не было, как ты правильно сказал, ни Ютубов, ни Инстаграм, но были классические СМИ. Что такое классические СМИ? Это то, на чём мы выросли. Это телевидение, радио и печатные издания. Всё. То есть какие сейчас мы... Ну афиши, наверное. Ну как бы к афишам, естественно, ни у кого доступа не было. Но вот когда к журналам появился доступ у меня, это было конкретно в 97-м году. А Мэнс Хелф это был первый сразу? То есть ты сразу хоп и в Мэнс Хелф? Да, потому что это был первый журнал вообще мирового уровня о здоровом образе жизни или как-то ассоциированный со спортом. Первый журнал. Мировой журнал. Первый журнал. На российском рынке? Да, никаких там маслом фитнес, вот эти все, которые на западе были. Там же... Ну как бы этих журналов вообще в мире не очень много. Их там буквально не больше десяти, ну таких общепризнанных. И вот первый в России был Мэнс Хелф, и мне просто болью случая было предложено, сначала про меня сделали небольшую статью, типа обзор тренеров Москвы. То есть тогда я был просто тренером в одном из крутых клубов. А потом сказали, Денис, давай мы... Может быть, ты будешь каждый месяц что-то писать? Я сказал, я буду счастлив просто писать что-то каждый месяц. Потом, знаешь, по прошествии нескольких месяцев, когда люди поняли, что я эту тему знаю на русском и на английском, а многие статьи были же переводными, ну и сейчас, ты понимаешь, даже в журналах, если они еще живы, то они многие материалы берут западные и переводят. А там же есть специальная лексика, птичий язык так называемый, да? То есть специальная внутри профессиональная лексика, как называется там, не знаю, допустим, там тяга штанги к подбородку перед собой по-английски, это называется upright froze. Если будешь дословно переводить upright froze, у тебя даже будет там супер красный диплом из самого крутого инъяза или какого-нибудь там, знаешь, института саму, ты никогда не переведешь это правильно, потому что ты не знаешь этот птичий язык на русском языке. Конечно. А тот, кто знает птичий язык на русском, не знает английского. То есть мне же получилось совершенно, то есть получилось, что я обладал свойством, о котором я сам не догадывался, что у меня есть знание в двух языках, вот этого птичьего языка. Фитнеса. В сфере фитнеса. И менселфо он оказался нужен, потому что они звонили мне в любой момент, понимаешь, вот люди, ну мобильных телефонов, естественно, как-то говорят, уже не было, еще не было. Меня звали к ресепшн-клубу и говорят там, Денис Евнихин, подойдите, пожалуйста, к рецепции. Я подходил, я говорю, алло, Денис, это вас беспокоит главный редактор менселф. Вы не скажете, что такое силит броуз или там хайпроэкстеншенс, или там, знаешь, там, не знаю, какой-нибудь там хэмстрингс. Мы хэмстрингс переводим, как подколенные сухожилия. Мы нашли, я говорю, какие подколенные сухожилия? это бицепс бедра. И все, понимаешь, то есть они, понимаешь, что они мне днем и ночью могут позвонить, и я им скажу вот просто на раз-два. Вот с этого все началось. Просто история забавная. Смотри, а если еще глубже копнуть в прошлое, ты выпускник одного, вот топ-3 вузов, да, у тебя специ... В то время, да. Да, в то время. И твоя специализация, ну, никак не предвещала, ну, вообще никак не предвещала, да? И вот ты в Америке каким-то образом оказался, там, какой-то там, 94-й год, 92-й год, и ты работаешь, если я правильно помню, разнощик пиццы. Да, вышибал в баре разнощик пиццы и тренером в спортклубе. и тренером в спортклубе. Да, три работы. Как ты понял, что вот именно то, что тебя реально увлекает в свободное время, в чем ты увлечен, как ты вот перешел в эту тему и там закрепился? Потому что многие люди реально, знаешь, как вот многие люди работают на работе, а мечтают о чем-то другом, а ты пошел за мечтой, и как бы, может быть, даже немножко против течения, я не знаю. Ты знаешь, мне так хочется, я так много могу об этом рассказывать, и я понимаю, что мы ограничены временем, я постараюсь коротко. А я вот прям чувствую сейчас. Интересно. Понимаешь, как было, я прилетел в Калифорнию, то есть началось с того, что да, вуз, вот у меня международные валютно-кредитные отношения, это факультет МЭО, финансовая академия. Тогда это еще называлось, когда я поступал, это был Московский финансовый институт, потом это стало государственной финансовой академией, но это было, было одно место, то есть в Москве сейчас они расползлись, их стало много, я не знаю, какой там сейчас рейтинг, но тогда это было круто, это 88-й год, то есть я поступал, то есть это еще Советский Союз. Вот, потом все стало разваливаться, потому что страна, ну, сама понимаешь, там экономика, вот эти все, все преподаватели, которые чего-то стоили, ушли в эти совместные предприятия, так называемые, кооперативы, то есть те, кто понимал что-то в экономике, в валютно-кредитных отношениях, они сразу... Все пошли делать дипп. Конечно, они пошли делать валюту и кредиты, понимаешь, то есть зачем сидеть и студентам рассказывать, когда здесь жизнь кипит, понимаешь, открылись все границы, появились все возможности. Соответственно, в институте была обстановка такая, что вот просто ты приходишь и понимаешь, что жизнь за стенами идет, за стенами, а здесь какое-то непонятное вот... В общем, короче, все разбегались во все стороны, преподаватели и студенты, но умные люди взяли академические отпуски, а я просто, понимаешь, взял туристическую поездку в одну из первых тур-фирм и полетел в Калифорнию. А там, естественно, у меня были какие-то деньги, я что-то успел заработать, а там все, как бы реальность, ну, деньги очень быстро заканчиваются, буквально 2-3 месяца, их уже нет, и все, и надо как-то выживать. И вот тогда пришло вот это вышибало в баре, значит, персональный тренер, это мне просто предложили, у меня даже такой идеи не было. Я понимал, что я могу там разгружать машины, ну, я начну что-то физическое делать, но быть тренером, я же не учился этому. Но ты же всегда этим увлекался, и ты был в очень крутой форме. Конечно, просто я был в форме, я занимался сам, но я даже не думаю, у меня даже вот не было, это очередной пример, не было даже такого, вот такой мысли, что я могу быть, заниматься этой профессией. Мне владелец клуба предложил, Денис, у меня есть пара клиентов, я не успеваю с ними заниматься, а там даже владелец, он тоже проводил тренировки. Вот, он говорит, хочет потренировать пару человек, я говорю, да я не умею. Он говорит, да что ты умеешь-то, делай вот как, если бы ты был на их месте, что бы ты делал. Вот так это все началось. А потом завертелось. Кстати, я насколько знаю, и даже вот с момента, когда мы с тобой общались, ты очень детально всегда погружаешься в то, что тебе интересно. То есть, ты же получается потом начал набирать знания, получать специальное образование. У меня вот такой вопрос, почему ты в какой-то момент перешел с позиции я тренер, перешел в позицию я управленец. То есть, это другая немножко сфера, другая карьерная ветка. Ты знаешь, Маша, наверное, получилось так. Я работаю, ну, будучи рядовым, так скажем, сотрудником, наверное, это так можно назвать, я, естественно, видел вот эти все свойства менеджмента. Особенно, такие американизированные свойства. То есть, каким образом это делается, например, в маленьком клубе в Калифорнии, как это делается в сетевом клубе в Москве, когда я вернулся и работал в Голджиме. Я увидел, что такое система, что такое легенда бренда. Ну, как бы, у бренда же должна быть некая основа. принципы ценности легенда. Это просто вообще ключевая штука, особенно в каком-то глобальном бренде должна быть легенда. Это все было супер. Я это стал впитывать, я думаю, как интересно, потому что это дает человеку, сотруднику вдохновение, что он трудится на благо чего-то большего, чем просто вот эти железки и даже вот эти тысячи клиентов, что есть что-то большее. В то же время я видел, как менеджмент давит инициативу людей даже в масштабах одного крупного спортклуба. Как вот эти порывы, которые возникают, ну, ребята-тренеры, они же фанаты в основном. Им, конечно, хочется что-то сделать, как мне хотелось, да? И ты должен либо найти правильные слова для управленцев, а в основном, но для этого нужно иметь образование их же уровня. Ты понимаешь, да, получается диссонанс. То есть они понимают на местах, что можно улучшить, но не могут донести до руководства как? потому что они не знают методы, они не понимают, какими аргументами это делать. Мне здесь вот, вот тут все спрашивают, тебе понадобилось твое образование? Я скажу, конечно, понадобилось, потому что я умел систематизировать свои мысли, и я умел понимать, что если я объясняю тебе, почему нужно сделать то или иное, я должен с твоей точки зрения посмотреть на это. А какие у тебя будут, не то чтобы примитивно-коммерческая выгода, и я и по сей день, когда работаю с рекламодателями, я никогда не объясняю им коммерческую выгоду, потому что не это в основном нужно. Есть еще куча всяких плюсов, которых ты можешь достичь, которые опосредованно приведут. Ну вот, неважно, короче, это стало получаться, и учитывая то, что это стало получаться, позже, когда ко мне, благодаря моей активности или проактивности, стали приходить предложения об управлении, я понял, что я могу воплотить, так как я знаю ситуацию сотрудника, и я понимаю психологию управленца, что ему надо достичь. И понимаешь, вот именно в этом была уникальность, опять же, что я смог подружить вот эти два мира, почему в управлении все так круто получилось. Уже второй раз, вот мы общаемся несколько минут по ощущениям, а уже второй раз мы видим вот этот элемент, что ты объединяешь разные миры, кстати, как закономерность какая-то, то есть американский язык, русский язык в понимании, в семантике вот этой, американский язык, английский, русский. Мы же говорим про Америку, ну окей. Я тебя понял, да, что... Хорошо, но смотри, одно дело почувствовать в себе какие-то силы, что я, в принципе, могу принять какое-то предложение, другое дело, я не знаю, насколько достоверна информация на текущий момент, но я считала, что ты получил премию, которая, по сути, американская, как Оскар. Спасибо тебе, что ты, да, очень немногие об этом знают, да? Ну, это же... Так это же... Смотри, из русских, насколько я помню, никто ее не получал. Ни до, ни после. Ни до, ни после. Это Оскар в этой нише, ты в управлении, а ты пришел... Да, в мире причем. Да. Ты знаешь, это же то, да, значит, как. Очень просто. И вот это, кстати, может быть очень поучительно для наших зрителей, потому что, мне кажется, меняются эпохи. Это было в начале 2000-х, вот эта номинация. Я не получил Оскар, я был номинирован. Но все равно там номинировано три человека из всего мира. Из мира. Да. Причем, это не то, что понятно, что они не ходили по всему миру и говорили, эй, ребят, кто тут умеет управлять фитнес-клубами? Нет. Ты, конечно, должен подать запрос, но запросы подавали люди из 140 стран, даже тогда, в 2004 году, представьте, в 2003, это летом 2003-го было. Это конвенция IDEA, Health and Fitness. Это крупнейшая, мировая, на том этапе, я не знаю, как сейчас, на том этапе крупнейшая мировая организация, объединяющая людей, работающих в сфере фитнеса и здоровья. IDEA, Health and Fitness. Так вот, значит, ты должен подать application, то есть, вот, как бы, описать свои, по определенным параметрам, свои достижения. В цифрах, как ты управляешь клубом, дальше, как ты влияешь на сообщество. Ты не должен писать просто сочинение на вольную тему, ты должен конкретные вырезки из газеты, журналов, понимаешь, конкретные, экономические. Там потом есть определенная панель судей, которые тоже там из разных, совершенно, из разных фитнес-клубов, из разных регионов, и они оценивают, они специально выбраны. Ну, в общем, все очень похоже, как вот эти академики в Оскаре, то есть, это разные люди оценивают, и они увидят, если ты, если это просто, знаешь, из воздуха, выдумка, они, конечно, это сразу зафиксируют, там люди разбирающиеся. Ты понимаешь, что удивительно? То есть, я просто себе сказал, да понятно, я ничего не выиграю. Слушай, ну, со всего мира у людей такие удивительные, люди управляют там пятью-десятью, ста клубами, что я здесь в одном, пусть у меня большой был клуб Олимпик Старр в Москве, там огромный, но я понимал, что вот по каждому параметру в этой аппликейшн у меня есть что рассказать им. Я им рассказал это. Проходит время. Я уже давно забыл об этом. Ну, и как всегда, бывает даже в хороших историях, но это действительно было так. Я получаю имейл, что, Денис, мы вас поздравляем, вы были, причем после срока. Там был дедлайн, я ничего не получил. Я, конечно, подумал, ну, так и должно было быть, но мне было на душе спокойно, понимаешь, потому что дальше это вообще не в твоих руках. И вдруг приходит, что вы были номинированы. Позже я перематываю вперед, я приехал на эту конвенцию, они выбрали девушку, ее называли, как же ее звали, ну, не важно, по-моему, Кэрол Скотт ее звали, которая выиграла в этом году. Это фитнес-директор клубов Equinox, сеть клубов такая в Америке есть. Вот выиграла она, но она была уже номинирована не впервые. Я потом встречаюсь с руководством этой айдеи, они мне говорят, Денис, вы для нас открыли глаза на российскую фитнес-индустрию. Вот что для меня было намного приятнее. Они говорят, мы понятия не имели, что у вас есть такого масштаба клуба. То есть, они, как обычно, представляли, на балалайку, блины, знаешь, там, и медведей. Вот, и какой там фитнес-клуб, там в шапке-ушанке кто-то там, знаешь, это колеса, там, знаешь, ось от маза там какого-нибудь поднимает. Ну вот, а я им рассказывал, что у нас там Мэнселф есть в России, что у нас вот такие-то, такие-то там англоязычные газеты были, Moscow Times, там были мои статьи на английском о фитнесе. Понимаешь, какие-то аналитические, где сравнивались там, знаешь, объем рынка, количество клиентов, средняя цена карты. Они все это почитали. Они говорят, у вас в России карты по две тысячи долларов в год? Они говорят, у нас таких клубов просто, вот дальше их там в Америке, ну там один из... Это много или мало? Это очень много. Это очень дорого, конечно. В Америке же уже тысячу лет карты стоили очень дешево. Типа, ну там, триста долларов в год, триста пятьдесят. Слушай, а Олимпик Стар это на Рублевке, где около парка? Да, да, сейчас я вообще не знаю, что с ним, да. Он есть? Суворовским парком, да. Он есть, он без логотипа, но это начало двухтысячных, 15 лет назад. Я просто там занималась, ты представляешь? О, круто. Ну, видимо, тогда, когда меня уж там давно не было. Ну, естественно, это было года два назад. Да, я там три года, вот с двух, с 2001 по 2004. Он был открыт в 2001. Слушай, а вот вопрос, все-таки, а в чем был феномен твоего управления? Давай вот еще тоже посмотрим этот момент. Ты как управленец, почему ты сделал вот этот там плюс 30% показатели без инвестиций и прироста? Как? Ты знаешь, Маш, я бы перешел вот к следующему этапу, потому что дальше я стал управлять сетью, которую купил потом вот на деньги Альфа Групп, Волл Класс, попытки расширить сеть. Они приобрели ту сеть, которую я управлял. Это была Рибок и Макси Спорт. Это сеть уже из большого количества клубов. Вот здесь я уже в полной мере развернулся в плане своих вот этих наработок Олимпик Старовских. Знаешь, что как бы в масштабах одного клуба. Я уже тогда понял, что нужно систематизировать. То есть, ну, чтобы делать сеть, надо же все системно описать. Ну, как-то иначе сделать сетевой продукт. Ну, сетевой имеется в виду, когда ты там сеть магазинов. Да-да-да. Сеть сетевых клубов. Должны быть стандарты. Для масштабирования нужны стандарты. Точно, стандарты, технологии. Да-да-да. То есть, что-то должно быть описано. Какие-то там методы контроля, просто какие-то даже финансовые аналитические показатели именно вот внутри, специфические для этой индустрии. И мои, наверное, мои сильные стороны, точнее, причины успеха, наверное, были лишь те, что у меня на всех позициях даже управленцев работали люди, которые... У них сохранялся этот огонь внутри. Им хотелось... То есть, они действительно любили эту сферу. Они любили не просто там высокую зарплату и руководящую позицию, понимаешь, и, к примеру, там обладали дисциплиной какой-то. Нет, они страстно любили тему тренировок и они выросли все практически на самом деле. Без исключения. Кроме отдела продаж. Вот отдела продаж – это другая история. Ну, те, кто карты продают. Там другие немножко принципы, но вот... А все в спортивной сфере все выросли из тренеров и просто взяли на себя ответственность за других людей, знают, как растить людей, знают, как... Что нужно тренеру для того, чтобы он все-таки с настроением выходил. В общем, ладно, это мы с тобой куда-то прямо в прошлое ушли. Я так давно не в этом. Окей, ладно. Ну, тогда последний вопрос про твое прошлое. И вот... Все закончилось в 2007 году. Угу. То есть 11 лет назад. Но вот в тот момент же... Вот смотри, ты правильно сказал такой момент, что... Когда ты отправлял и ссылки на статьи, и аналитику, и так далее, получается, что твоя деятельность по... Там, когда ты не ограничивался только клубом или только тренировками, ты писал, ты рассказывал, ты опылял сферу. По сути, ты ее создавал, рынок таким образом. И становился там брендом. И согласись, что в том числе эта номинация, это в том числе результат твоей работы над твоим личным брендом. Так косвенно. Конечно. В какой-то мере просто я говорю, я тогда этого не понимал. Действительно, работая в спортклубах, я пытался что-то делать, только правильно это называется, для сообщества вокруг. То есть выступал на конвенциях. Совершенно верно. Я делился этими знаниями, не получая за это, естественно, никаких денег. То есть сейчас моя жизнь совершенно иная. То есть сейчас что бы я ни делал, не потому что я такой стал алчный, а потому что как бы, ну вот, я перешел на следующую стадию. Опять же, и повторюсь, правда, не из алчности, а из-за того, что я считаю, что теперь как бы настал тот момент, когда это должно иметь под собой иную основу. Тогда я хватался за все, где у меня есть возможность дотянуться до аудитории и заявить о... Да какой заявить? Просто поделиться своими знаниями и попробовать зарядить людей энтузиазмом. Это самая большая награда. Вот человек, прости, я тебя проявлю. Хочу очень вот эту штуку подчеркнуть. Для меня всегда было самым приятным ощущением от выступления, когда я видел, что у людей загораются глаза. Это совершенно необъяснимая субстанция. Ее невозможно измерить. Она недоказуема, потому что человеку может загореться глаза сейчас, но через час уже они погаснут. Но если в этот момент ты вдруг сумел создать в этой аудитории ощущение того, что люди поверили, что они могут больше, чем они могли до того, как вошли в эту аудиторию, это значит, что-то произошло. И вот это было для меня наградой, а не финансы. Но ты знаешь, на тему личного бренда. Ведь рассказывая обо всем этом, ты невольно опираешься на какие-то ценности. Да. Потому что когда бы ты не выступал перед аудиторией, перед аудиторией, всегда люди почувствуют, а вот что лежит в фундаменте. Да, правда. То есть можно говорить красивые слова, но все равно все считывается, что идет в базе того, что ты говоришь. А что вот, давай тогда посмотрим на эту базу. Что для тебя так важно, что ты несешь это в мир, как какую-то генеральную идею? Ну, ты знаешь, что, наверное, генеральную идею, которую я несу в мир? Хороший вопрос. Такой, знаешь, написать ли книгу? Мы все способны на большее. Всегда. Это вот надо прям вдуматься. То есть, чтобы каждый из вас не делал сейчас, что бы мы с тобой не делали сейчас, мы точно способны на большее, на лучшее, и мы способны реализовываться сильнее. Я это принимаю как вот просто фундаментальный постулат в оценке своей жизни и рекомендую это людям. Какие минусы в этой позиции? Я их все познал. Это постоянное самоедство, это постоянное недовольство собой. Это как бы оборотная сторона моего вот этого типа, знаешь, образа позитивного и прочее. Когда камеры выключаются, я все время, после каждого своего выступления еще тогда, это было, Маша, когда я впервые вышел выступить перед людьми, я даже не могу тебе передать вот это состояние после, когда все разошлись, я вышел на улицу, я шел к машине своей, вот тогда там, мне было лет 28, что я впервые по собственной воле вышел перед аудиторией. Это знаешь, ну вот это состояние человека на грани самоубийства когда вот. Я не то, что у меня не было таких мыслей, но у меня было просто, я был не просто недоволен собой, и не просто, что я опозорился, я считал, что вот знаешь, что я могу вот столько, а сделал я вот просто вот, я не знаю, это я тебе не преувеличиваю, я просто выходил, я думал, мне надо забыть об этом, мне просто, мне надо как-то пережить вот этот позор, понимаешь, внутри. А так как ты не можешь об этом думать, потому что это просто ужасает тебя, ты просто, у тебя единственный, чтобы не сойти с ума, у тебя единственный способ это заблокировать мысли, хотя бы вот на не следующие несколько часов, позвонить кому-то, встретиться с девушкой и просто сказать ей, это было просто кошмарно. Вот приблизительно, я уверен, что тебе это знакомо, наверное. Ты знаком, у меня был такой момент в моей жизни. Потом что происходит, проходит день, проходит два, проходит три, если в тебе вновь появляется, знаешь, я же могу лучше, наверное, надо пробовать снова. Вот в этом, и это, я не думаю, что это моя заслуга, мы, наверное, рождаемся с этим, хотя, я не знаю, это вот каждый должен задать вопрос себе, есть ли у тебя вот это, вот ты вот считаешь, ну, как я уже описал все, а дальше все равно ты вдруг, проходит время, у тебя это чуть-чуть заживает, затягиваются раны вот эти, знаешь, которые как называется self-inflicted, то есть это раны, которые ты сам себе нанес, понимаешь, вот ты сам о себе такого мнения, а потом вдруг раз, и ты думаешь, надо пробовать снова, может быть, будет чуть лучше. И, короче, мы все способны на большее, это для меня просто вечный постулат, вот это, наверное, основное, а дальше, просто с энергией, позитивнее как-то смотреть. Знаешь, ну, все те же истины, ключевые, ты меня спросил, и я сейчас закончу последнюю вот эту мысль, про, у нас есть, ну, знаешь, это круг влияния, круг забот, да, вот это по семи навыкам, но в действительности вокруг нас всегда есть рычаги, на которые мы способны повлиять. Есть куча всего, на что мы, о чем мы тревожимся, но на что повлиять не способны. Так вот, я считаю, что нам нужно, у тебя всегда, вот если ты вот так вот, знаешь, как бы зашоренно посмотришь и скажешь, что я могу сделать сейчас, сегодня, надо просто идти и делать. Знаешь, как я говорю, вот эта теория дверей у меня такая есть, новая появилась, значит, ты не знаешь, как перейти на следующий уровень, но тебе видится один единственный путь, скорее всего, он неправильный, то есть, условно, ты видишь стену, и в ней есть, вот, вроде как намечается дверь, единственная дверь, скорее всего, это неправильный путь, но это не важно, важно то, что я подхожу к этой двери, и я начинаю пытаться ее открыть. Самое удивительное, когда ты подходишь и пытаешься идти тем путем, который вот тебе представлялся верным, но ты действительно встаешь в 4 утра, или я не знаю во сколько, ты единственное совершает, ты обязательно совершаешь какое-то, вот, какое-то, знаешь, требующее твоей мобилизации действия, вдруг ты видишь новые двери, и скорее всего, они будут более реальными. Первая дверь почти всегда будет неправильной, но пока ты сидишь дома и думаешь, да, вот есть такой путь, но скорее всего, ведь это не получится, и ты даже не подходишь к ней, ты никогда не увидишь вот эти другие, потому что ты, в общем, вот такая у меня, наверное, ключевая идея. Благодарю тебя, мне очень созвучна история с дверями, я это называю тестировать гипотезы, по крайней мере, ты потестировал гипотезу, и если не она, я пойду дальше потестирую, да, открывается холм, открывается дальше, мне очень созвучно, потому что, мне кажется, я так и делаю. Ты недавно, когда мы с тобой говорили по телефону, ты сказал, мне, что я неугомонна, что ты делаешь? Ну вот так и делаю, я тестирую гипотезы, понимаешь? И они срабатывают. Мы бы здесь не сидели, если бы ты не тестировал гипотезы, да. Сто процентов. Хорошо, я, кстати, теперь поняла, почему ты, ты же обучался актерскому мастерству и в России, и в Америке, ты попал на телевидение и решил совершенствоваться, я так понимаю, да? Ну, это было в другом порядке. А, да? Да, я сначала попал на телевидение, потому что вот в фитнес-индустрии как-то мое имя стали узнавать, меня стали приглашать на программы, тогда они еще были нормальные, вот эти всякие ток-шоу. Сейчас я, в принципе, мне звонят иногда, я говорю, ребят, простите, я улетаю. Чтобы не объяснять им долго, почему я не хочу и почему я там, вот. Но тогда еще были нормальные, более или менее, да, эти телешоу, я на них начал ходить. И тогда появилась идея, ну, мне сказали ведущие, они сказали, Денис, типа, вам надо, вам надо обязательно. Ну, я поверил, конечно, если кто-то в тебя верит, нам не надо, значит, надо суетиться. Ну, вот. А позже, уже потом, после фитнес-индустрии, вот начиная года с 2007-го, я вдруг подумал, что надо бы, меня всегда интересовало кино, но тоже, в общем, в эту тему сейчас идти, я никогда не ходил на кастинги и не пробовался ни в какие картины, я учился для себя. Вот просто, чтобы, знаешь, чтобы познать себя чуть лучше. Ну, у тебя сегодня, просто в сегодняшней картине мира, у тебя очень много видеоконтента, неважно, на YouTube-канале или в ток-шоу, которые ты ведешь, взвешенные, это ток-шоу, реалити-шоу ты знаешь, реалити-шоу, я знаю, что там есть какие-то новые проекты, которые там запускаются, наверняка что-то обсуждается дальше. Конечно. То есть, в итоге, это же стало как раз вот и профессией, или делом, или как ты вообще, вот, твои отношения, я камера, вот, вот этот процесс, вот то, с чего мы начинали с тобой интервью, да, сегодня получается, ты как тебя определяешь, вот, вот вопрос, как ты сегодня себя определяешь, вот, когда я говорю, Денис Семехин, ты кто? Ты скажешь, я телеведущий, ты скажешь, я ютуб, кто? Я не знаю, это вообще не моя задача, в общем, по сути, потому что я себя вообще никак не определяю, я делаю то, что мне нравится, безусловно, и я делаю очень разное сейчас, но ты вот, знаешь, мы позже вернемся к теме бренда, я сейчас под собственным брендом, там, и там, сумки, одежда, тренажеры, сейчас я начал производить, там, онлайн-проект у меня есть, но ты понимаешь, какой сейчас мир? Диджитал, да, диджитал в контексте каких-то рецептурных вещей, смотри, сегодня многие люди озадачены вопросами, там, прокачай свой инстаграм, раскрути свой ютуб, у тебя на ютубе более 600 тысяч подписчиков, в инстаграме более миллиона, в других точках контакта такие же показатели, и когда мы с тобой даже общались, когда я тебе рассказывал о том, что я занимаюсь личным брендом, и так далее, ты тоже спрашивал показатели, охват, охваты и так далее, то есть мир сегодня живет такими критериями, охват, аудитория, влияние и так далее, почему, вот как ты думаешь, вот что ты конкретно делал для того, чтобы у тебя были вот эти показатели, охваты именно в диджитал среде, были ли какие-то особенные действия, или ты просто вот свое влияние через телевизор просто перенес в диджитал, или ты что-то специально предпринимал? Нет, конечно, были, были, есть особенности, видишь, просто у меня же YouTube, я начал делать ролики в YouTube в 2012 году, все, кто, если ты увидишь еще кого-то, кто делал это с 2012 года, я еще не самый древний ютубер, есть люди и с 11, и с 10, то человек тебе скажет, что нужно столько раз перерождаться, и вот это основное, наверное, вот сейчас вот ощущение у меня, когда ты задаешь вопрос, что я сейчас практически не создаю ничего в YouTube, у меня два канала, да, один там около 700 тысяч, второй около 500, вот, это разные немного аудитории, ну, о питании, о тренировках, но я сейчас очень лениво делаю выпуски, потому что я пытаюсь найти какое-то вот это новое, знаешь, ну, какое-то новое видение, что ли, и себя, и продукта. А у тебя уже было это перерождение в процессе, да? Да, да, оно, вообще, это очень штука, конечно, интересная, и, видишь, просто сфера столь динамичная, и приходят новые люди, и меняется площадка, вообще, как таковая, то есть, YouTube в 2012, и сейчас, это уже совершенно разная, вообще, разная просто история, хотя, вроде бы, формат один, а аудитория другая, ожидания другие, и, поэтому, это, это очень такое, знаешь, то есть, я себя сейчас не чувствую каким-то победителем, чтобы вот делиться с людьми знаниями, хотя, действительно, цифры впечатляющие, но я сейчас не чувствую, что я вот на острие вопроса. Тогда почему-то, то есть, ты ищешь новую форму, как сделать это? Точно. Маша, ты сказал это лучше меня. Набор выразительных средств безграничен, бескрайний, вот даже то, что мы с тобой здесь сейчас сделали, представляешь, сколько других способов, как мы могли это сделать? да. Сколько угодно, это мы с тобой в шаблоне, да, вот мы так-то поставили камеры, вот есть крупный план, второй крупный план, общий план, так принято, и, возможно, это правильно, но есть еще, не надо трясти камеры, снимать, значит, по диагонали, делать какой-то арт-хаус, там непонятно, снимать оттуда, давай повесим гоупро, давай снимем субъектив какой-то. Давай будем пищать на пробежке, ты же про спорт. Да, задыхаться. Или я приду в зал, и ты там скажешь, ну-ка, качай там что-нибудь. Но ты представляешь, сколько можно, какие можно найти выразительные средства? Помнишь, была программа, кстати, в давние времена, по-моему, это было в рамках взгляда, помнишь, когда был взгляд еще, вот те взгляды. Да, взгляд, помню, программу ждут. Короче, да, была программа, где взяли интервью у детей. Я это смотрел лет по 17, наверное, у меня было. Значит, взяли интервью у детей в школе, когда они были в пятом классе, то есть им было условно там 11-12 лет, и потом задали им те же вопросы, когда они выпускались из школы. То есть им было типа 16-17 лет. Прикольно. Не помню, но... Это было невероятно. То есть кто-то, представляешь, как люди заморочились, они выждали, они сначала отсняли, положили это на полку, выждали 5 лет и досняли. Вот тебе выразительное средство. А можно было сидеть, вот как сейчас Семенихин сидит и что-то там такое, знаешь, умничает, и как бы это не доходит до сердца. То есть я пытаюсь, мне хочется, чтобы это дошло до сердца, но оно может не дойти до сердца. А тут ты смотришь, как ребенок, например, в 10 лет мыслил и в 16, и вдруг человек понимает, так вот оказывается, как развивается личность, как развивается сознание и человек что-то осознает. Вот тебе выразительное средство, совершенно новое, неординарное. В смысле, это как новое, неординарное. Неординарное. Не новое, но неординарное. Ты же согласишься с тем, что каждый находит свое средство, которое до него доходит. Для кого-то это увидеть, услышит музыку, и он получит этот инсайд и поймет, что что-то куда-то. Кто-то увидит кино, а кто-то будет наблюдать какую-то и аварию, и ситуацию, например, негативную, когда он поймет, что, например, почему я иду сюда, если вот жизнь, и надо идти туда, куда я желаю, например. Так. Вот я к тому, что все форматы хороши, вопрос, какой формат твой, новый будет. Это творчество. Да. Вот это и есть творчество. Вы, безусловно, должны придумать формат. Какой бы у вас ни был малый инстаграм или большой инстаграм или там молодой ютуб-канал, надо придумать формат. Формат это что? Это как, будет это у вас дневник, или это будет у вас, там, я не знаю, фотография, вот эти даже ребята, которые там за руку, как там, follow me too. Помнишь, вот эти? Вот, они же придумали концепцию. Называй это форматом, концепцией, как угодно. Но нужно найти какой-то вот взгляд на мир. Каким образом ты хочешь показать мир, либо свои идеи, либо свой бизнес, либо свои принципы, какие-то, на которых твой бизнес построен. Потому что, я так понимаю, тебя смотрят больше на свои предприниматели. Соответственно, у них есть дело, от которого они внутренне горят. Им нужно, чтобы аудитория узнала о том, что они горят и что они горят успешно. Самое главное. То, что у них получается, то, от чего они горят. Я допускаю, что сейчас где-то в мире есть тысячи, может быть, сотни тысяч людей, у которых есть офигенные идеи и офигенный продукт. но мы о них пока не знаем. Именно. И вот, понимаешь, у них есть все, но нет доступа к аудитории. И это именно та проблема или ситуация, как угодно, которую я как раз и решаю. Понимаешь? Да, понимаю. Именно для этого я в этой студии сейчас. Потому что быть брендом для меня, это как раз таки вот это все достать, проявить и не бояться донести это до аудитории. Встать вот в прожектор или куда угодно или в инстаграме написать пост. Выйти и выступить на конференции. Вот они напишут пост. Да? Вот они написали пост о том, во что они верят. Я таких постов тоже видел немало. Я не подписываю. Я подписан очень на небольшое количество аккаунтов, но все равно у меня в ленте что-то рекомендованное и все равно какие-то картинки привлекают мой взгляд и я на них нет-нет да нажму. Хотя я не сижу в инстаграме там категорически, только когда сам хочу вот что-то донести. Так вот, значит хоп я нажал и я читаю и я попадаю иногда на идейные очень пропитанные идеи хорошие тексты под постом. Ну естественно там у человека не знаю там полторы тысячи подписчиков к примеру, да? Это не та аудитория и там не знаю 4 комментария 5 комментария 8 комментариев как увеличить да? Как создать этот резонанс? И тут они смотрят вот там скандалы вот там значит люди друг с другом ты же понимаешь вот эти вот низкие вибрации и вот на эти вибрации значит вроде как аудитория идет но ребят мне прям вот хочется сказать вам загляните в будущее если вы привлекаете людей на скандальность что вы потом построите то есть вы же не сможете потом из этого вдруг ну это как вот я даже не знаю давай такую аллегорию представим сейчас посмотрим сработает она или нет вот у меня есть участок да? и люди ходят мимо какой-то земельный участок мне хочется чтобы это стало вот не знаю там местом куда все приходят к примеру люди идут и идут мимо вот мы с тобой включили там говорят одну музыку поставили значит ну там музыка играет ну подумаешь а представляешь если драка драка бутылки да я тебя сейчас и народ конечно народ останавливается что там такое происходит драка понимаешь что убили кого-то вот понимаешь все толпа собирается вот они пришли на вашу площадку вот тебе там ммм понимаешь и все прочее но если ты собираешься на самом деле классическую литературу писать к примеру или проводить литературные кружки то ну как бы это не та аудитория совершенно правильно? мягко говоря вот но вы задаете вопрос ну хорошо ну а если я хочу проводить литературный кружок как же мне сделать чтобы люди туда пришли вот это и есть творческий вызов найти формат найти формат ну смотри опять же найти формат и достучаться до аудитории это это чуть-чуть формат сам себя не продвинет не знаю может быть и продвинет ну ты знаешь например про Александра Цыпкина нет не слышал просто это феномен текущий вот в инфосфере пиарщик который начал писать и писать не в стол а писал просто истории и истории стали так популярны что начал издавать книги это вот и сейчас это прям очень мощный огромный литературный кружок вокруг его творчества прям это просто мой знакомый на моих глазах все это развивалось я читаю его посты я хохочу это смешно потому что человек это талант человек литературный талант вот вот видишь недаром я привел пример с литературным кружком думаешь что в это вообще невозможно привлечь людей вот там понимаешь бои без правил понимаешь кто кого там по башке кому дал вот это поэтому но у него работают адвокаты бренда человеку понравилось и он начинает рекомендовать адвокаты бренд конечно так и работают соцсети вы же понимаете что там все время алгоритмы усовершенствуются алгоритмы инстаграма крайне сложны инстаграм заинтересован в том чтобы наши аккаунты росли это все что нужно инстаграму он хочет создать такие алгоритмы чтобы если ты создаешь действительно полезный интересный контент чтобы об этом узнавали люди в каком случае контент интересный если ты посмотрела и тебя это каким-то образом зацепило вот мы с тобой разговариваем когда человек проходит по коридору ему кажется интересным этот разговор значит его это зацепило если ему интересно он потом говорит знаком слушайте я тут услышал ребята-то оказывается ну полезные вещи рассказывают так что может быть вопрос к создателям контента если не растет значит возможно пока не интересно хорошо но все равно миллион миллион это миллион 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 ты делал какие-то специальные действия или ну вот я пытался я сейчас тебе расскажу просто смотри я знаю что ты когда ты чем-то интересуешься ты в этом совершенствуешься ты завел инстаграм аккаунт я предполагаю что возможно ты начал изучать что-то про него Машенька вот знаешь вот это крутой вопрос я совершенствуюсь я стараюсь опять я стараюсь совершенствоваться вот с точки зрения контента точнее я я думаю об этом я не уверен что совершенствовать но я думаю о том как усовершенствовать контент кто-то кто-то совершенно иного склада люди совершенствуются в том что они думают над технической стороной и как продвинуть аккаунт например я есть ты совершенно права я пробовал я даже в смысле пробовал получить знание на эту тему я обращался к людям спрашивал а как а что и они мне говорили о Денис там есть целые целые кучи методик и знаешь например я вот сейчас тебе расскажу мне предложили однажды коллаборацию в Калифорнии значит человек живущий там говорит Денис я знаю алгоритм инстаграм я знаю сейчас как сделать так чтобы аккаунты выросли что нужно коллаборация двух сильных аккаунтов параллельно говорит как только мы выкладываем пост значит мы делаем два разных монтажа одного и того же поста например совместное видео публикуем их одновременно дальше комментарии друг другу пишем сразу и тут же ставим лайки на комментарии друг друга если два аккаунта крупных он говорит алгоритм инстаграм работает так что это дает сразу геометрическую прогрессию то есть когда твой пост лайкнул крупный аккаунт и прокомментировал ты лайкнул другой пост крупного аккаунта в общем типа вот у них есть такой алгоритм это человек руководитель айти компании в лос-анджелесе то есть он был убежден что это так ну что ну мы сделаем понимаешь называется много шума из ничего это вот из этой серии знаешь я такой думаю ох круто я вот тебе сейчас это рассказал я еще кому-то это рассказал думаю как это круто звучит ты понимаешь кому я это не говорил есть люди определенного склада которым вот ты это расскажешь они такие офигенно люди начинают записывать себе понимаешь потому что это звучит так круто типа как 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 еще раз ну и что ты думаешь в итоге ну ну да ну может быть там какой-то процент там чуть-чуть знаешь это требует столько духовных сил у меня я лучше их потрачу на контент и потом в конце концов лучше хлеб с авокадо заходит заходит лучше чем вот эта сложная какая-то знаешь конфигурация типа манипуляция инстаграм поэтому нет мои посты посты редкие я пробовал пару тройку раз покупать рекламу просто вот именно для порядка знаешь кто-то мне рассказал о а ты знаешь Денис сколько ведь есть аккаунтов и они продают рекламу там по пять тысяч вот я менеджера попросил я говорю пожалуйста вот ну свяжитесь там пусть там в сторис какие-то ну там фитнес девушки всякие есть я даже ну не знаю на самом деле их ни лично не их имен но у них большие аудитории и вот они в сторис вот там есть Денис Венихин у него такой такой там аккаунт полезный инстаграм ну то есть я там заплатил может быть пятнадцать тысяч в совокупности ну и может быть я не знаю сколько добавилось но это не что-то принципиальное может там тысяча две там какие-то три так то есть получается что все действия которые ты пытался ну не пытался а так ну попробуй попробовал попробовал я не увидел супер и в итоге не увидел супер эффекта я считаю самое крутое вот то с чего мы с тобой начали это делать тратить всю свою энергию на качественный контент интересный вот опять это конечно дикий шаблон простите что я вот с шаблоном ты выложил пост что такое контент вот конкретный пост твоя конкретная идея посмотри как люди ее восприняли напиши себе десять идей вот ты же знаешь все эти методики эти методики они вообще едины взять листок бумаги написать себе устрой мозговой штурм с самим собой напиши себе десять идей к примеру человек хочет развить свой аккаунт насчет лайфстайла например у меня есть неординарное мнение насчет вы думаете что у вас есть неординарное мнение насчет разных сфер жизни отлично посетите крутой ресторан или неординарный ресторан расскажите о нем это кстати на это люди реагируют отлично у меня мне какое-то дымное блюдо принесли тысяч человек подписалось там даже никакой пользы нет просто блюдо все дымилось ну ты понимаешь его обложили вот этим каким-то там дом сухим полили все я сижу как это передо мной как этот джин из бутылки сейчас появится все конечно люди отреагировали то есть посетите крутой ресторан посетите крутую выставку посетите какой-нибудь крутой автосалон съездите в какой-нибудь подмосковный музей заберитесь на трамплин какой-нибудь я не знаю и поделитесь эмоциями дальше написал 10 идей осуществите их а дальше возьмите вот так же прям в виде таблицы как мы говорили и напишите себе на этот пост отреагировали так так измерьте инстаграм дает все тебе аналитические показатели сколько людей поделились сколько посмотрели проведите хоть раз системный анализ нормальный своих действий творческих своих действий и благодарю тебя будет понятно многое я никто не делает этого маш ты знаешь я единицы это делают она анализ сто процентов казалось бы я простую вещь только что рассказал да я я очень люблю слово конверсия и ты то что говоришь это как раз про конверсию то есть понять вообще собственно говоря действие твое что дает и я еще тут скажу такой момент чтобы вы как бы вы не привлекали аудиторию ты прав она же останется только если есть что если есть суть если есть ценности эти ценности отзываются это вопрос о контакте с аудиторией хорошо у меня вот еще есть несколько вопросов по поводу личного бренда и монетизации личного бренда да это вот истерии по поводу личного бренда я хотела с тобой синхронизироваться в понятиях немножко что по-твоему что вообще такое личный бренд вот если брать вот там не знаю определение как бы ты это определил мне видится здесь нет несколько вариантов личный бренд это либо ты сам как бренд либо бренд который ты создал который ты двигаешь с помощью своего имени ты имеешь ввиду личный бренд например у тебя есть твои изделия сейчас объясню да я считаю что Денис Семенихин это для многих людей бренд вообще что такое с какого момента появляется личный бренд как только на тебя а тебе знают те люди которые не знают тебя лично очень крутое определение да парадоксально что именно с этого момента появляется некое мнение которое существует вне тебя то есть личный бренд это когда есть мнение вне тебя да когда человек не знает тебя лично никогда тебя лично не видел но что-то о тебе думает да но тем не менее он о тебе что-то слышал вот вопрос что он слышал это уже личный бренд все с этого момента что он слышал «О, а вот мы знаем, есть там вот в этом зале такой-то человек, даже как, знаешь, там люди-легенды, который там поднимает такую-то штангу». Вот, все, знаешь, начал формироваться, как бы легенда начала. Легенда, вот тебе личный бренд, легенда, у нас сегодня вот эти слова. Когда появляется легенда вокруг твоего имени, про кого-то хорошая, про кого-то плохая, какие-то свойства могут быть, неважно, появляется вот этот ореол. Вот, а в практическом применении, да, личный бренд – это либо ты монетизируешь свое собственное имя, ну, таких примеров сейчас множество, полно сейчас в мире. Либо ты свое имя ставишь на одну полку, на продукт. Это может быть либо имя, либо бренд, который принадлежит тебе. Допустим, Ричард Брэнсон, да, компания Virgin, он всячески выстраивал всегда, и он этой концепцией пользовался. То есть он понимал, что один из инструментов для продвижения компании Virgin – это то, что владелец будет делать. Владелец полетел на воздушном шаре, он написал Virgin, все знают, «О, это же владелец Virgin». То есть он понимал, что часть внимания придет на его бренд. Можно сказать, что это тоже личный бренд, по крайней мере, это работа с личным брендом. И вот у тебя, например, сегодня конкретно эта линия сумок, да? Ну, да, это, знаешь, побочная. Я бы не делал из этого какое-то там суперсобытие. То есть, да, ко мне пришли, да, предложили, ребята, сделать сумку для меня. Кожаную, ну, я путешествую же с сумками, вот, все время летаю. То есть сумка – это как бы кусочек моего дома, знаешь, я живу из сумки. Знаешь, как говорят, то есть, когда человек путешественник, для него сумка – это его дом. Вот там лежат, лежат те вещи, которые тебе необходимы. У меня там компьютер, там, какие-то камеры, зарядки, какие-то вещи, которые мне нужны, там, смена одежды. То есть это мой маленький дом с собой. Вот, люди предложили мне сделать для меня вот такой, как бы, персонализированную сумку, которая будет именно того размера, именно того качества, того стиля. Я говорю, сделайте, мне будет приятно. Потом, когда получилось круто, они говорят, Денис, а давайте попробуем реализовать часть таких сумок. Я говорю, давайте попробуем, и все получилось. Люди просто смели, там, партию, хотя это дорогая сумка получилась, кожаная, там, 500 долларов. Это причем, там, с минимальной наценкой, то есть у нее, там, себестоимость, там, типа, 400, понимаешь? Ну, то есть с ничтожной наценкой, нетипичной для индустрии. Вот, и, конечно, люди это все разобрали. И вот таким образом родился бренд, там, сумки. Потом дальше спортивная одежда. То же самое, сейчас эта тема тоже идет, хотя сложнее, чем я думал. То есть я думал, что одежда прям вообще улетает, но, оказывается, этот рынок столь насыщен, видимо, и люди столь скрупулезны уже в выборе, и выбор столь велик, вот что сумки продаются проще, например, чем одежда. Парадоксально. Дальше тренажеры. Это совсем другой уже мир. Я сейчас приступил к производству тренажеров в Китае. Это бизнес 50 на 50, то есть я объединился с партнером для того, чтобы тоже человек из спорта, тоже с огромным опытом, и мы объединили знания и, естественно, вот возможности по... То есть у него, там, к инженерам есть доступ, вот есть такой, знаешь, усидчивость и возможность разрабатывать все это чертить. У меня, естественно, есть площадки, аудитория. Вот такая синергия, я надеюсь, сработает в этом проекте с производством тренажеров. Ну и еще планов немало. Я, например, знаю, что ты выступаешь. Ну да. Вот ты выступаешь ради того, чтобы нести эту идею, или для тебя это коммерческая история? Маш, я вообще не разделяю. Вот я опять сегодня уже, наверное, говорил, не могу я разделить вот эти штуки. Как бы я ничего не могу делать просто ради денег. Серьезно. Нет, ну подожди, я предполагаю, что если ты где-то выступаешь, то тебе это нравится. Понимаешь? Да, то есть это понятно. Ты спрашиваешь, оплачивается ли мне? Да, сейчас практически все, что я делаю, мне оплачивается. Я имела в виду другое. То есть рассматривали, что вот, говоришь, Денис Семенихин, это вот, у него есть разные виды бизнеса. Рассматривали, что ты вот выступления, спикерство, телевизионные проекты, это все разные виды направлений, которые открылись тебе через твой личный бренд. Это да, нет? Да, конечно, конечно, без сомнения, они постепенно открывались. Но просто назвать это бизнесом, ты знаешь, у меня просто, видимо, у меня может быть что-то с этим словом, какая-то проблема внутри. Хорошо, давай монетизацию используем. Да, смотри, действительно, сейчас то, что я делаю, практически все, я вынужден таким образом существовать, потому что времени катастрофически не хватает у меня. То есть его не просто не хватает, а его, наверное, раз в 10 не хватает. Было бы в 10 раз больше, это, наверное, все равно бы не хватало. То есть, ну ты поняла приблизительно подход. То есть мне хочется так многое сделать, что времени просто, в принципе, нет. И, соответственно, я вынужден свое время измерять каким-то параметрам. Либо я время измеряю своим интересом, огромным интересом, например, ну, когда мы идем там в кино, там, я не знаю, или кататься на сноуборде, или на серфе. За это же не платят деньги, естественно, да? Нет, я не пойду кататься на серфе, да, если вы мне не заплатите, знаешь, там, хотя действительно ты права, могут быть и такие схемы. Но когда-то ты это сделаешь, потому что у тебя душа вот просто в океан рвется, все, да не может, ладно, не платите мне, я так пойду, знаешь, вот из этой серии. То есть, соответственно, это может быть утрированный пример, но это вот пример с моей жизнью. То есть я действительно какие-то вещи я сделаю, потому что мне, ну, если ко мне на улице подойдет человек, у меня в этот момент есть время, такое бывает. Нет, просто я иду, и вот я в этот момент просто, фу, знаешь, там вдохнул, и вдруг ко мне подходит человек и говорит, Денис, это же вы, и у меня есть к вам вопрос. Естественно, я не скажу, ты знаешь, мое время стоит здесь, хочешь задать вопрос, гони монету. Конечно, нет, конечно, я человеку все расскажу, но если мне напишут через, там, официально, да, и скажут, мы бы хотели, чтобы вы выделили, то есть, как я читаю, мы хотим, чтобы вы часть своей жизни посвятили нам, естественно, я должен это к чему-то приравнять. Хорошо, окей, а дальше, вот я учитала в одном из интервью твоем про то, что тебе очень близка концепция покорения Эверестов, вот это тоже... Да это как читателю мне было близко, конечно. Ну, тем не менее, вот ты же говоришь, что мы способны на большее. Да, да, но я себе не ставлю такой целью, может, пока совершенно, да. Нет, 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 я тебе на Эверест не хочу, это как серфинг, Эверест. Смотри, с точки зрения будущего, что тебя сегодня зажигает? Вот если брать какую-то вот, или это настолько много, что... Много, 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 слушай, крутой вопрос, Машенька, это прямо вообще, это самое, конечно, самое сложное. Мне очень хочется нащупать, это, видимо, все, я порабощен этой вот историей, мне хочется нащупать формат, который интересен людям, и который будет комфортен мне. И при этом, который будет нести ценности, будет другого порядка. Безусловно, нет, это, смотри, это вообще, это фундамент, это мы даже не обсуждаем. Да. Фундамент, как я уже сказал, фундамент это то, что это созвучно мне. Дальше, на этом фундаменте, созвучно мне, это значит, мне это реально интересно, мне от этого бьется сердце. Дальше, я найду формат, как это донести до людей, как вовлечь их в этот формат. Чтобы им это было так же кайфово, развлечено, развлекательно, но при этом полезно. И про ценности. Чтобы им хотелось, вот, чтобы им что-то это давало, чтобы у них это вызвало отклик, чтобы они писали комментарии, благодарили, я не знаю, там, вовлекали других. То есть, чтобы это вызвало реакцию позитивную только. Да. Конечно. Это не потому, что я столь порабощен позитивной реакцией, но я считаю, что какой смысл делать контент, если он вызывает у людей раздражение, злость, ну зачем это? Вот, соответственно. И я считаю, что это возможно, и я думаю, что это впереди. Если ты постоянно способен изобретать себя вновь, а моя жизнь показывает, что я столько новых сфер перепробовал, и я считаю, возраст здесь вообще никакая неограничительная какая-то, знаешь, линия, я буду все время придумывать, стараться придумать что-то новое, находить, каким образом это, сколько бы, иногда, может, 10 лет нужно. Ты будешь 10 лет стараться, но потом это когда-то получится, и ты вдруг в этот момент поймешь, а все эти 10 лет были не зря. Понимаешь, они не потеряны, потому что это стоит того. Вот тот момент, когда оно получается, ну ты же знаешь, это стоит всех этих лет, потому что вдруг в конце пути вот эта вершина, она тебе внутри, эта вершина внутри, она не где-то в ней. Она тебе показывает, что все это имело смысл, и все твое вот это карабканье, неудача, там какие-то попытки, тщетные, они вдруг приобрели осмысление. Ну, я могу только пожелать. Спасибо тебе. Потому что идея найти вот эту форму, с учетом того, что происходит в диджитал-среде, потому что каждый из нас СМИ, какой-то большой, какой-то маленький, каждый человек СМИ. И вот приумножать, ну да, и вот очень кайфово, я присоединяюсь. Я тоже мечтаю найти тот формат, который будет способен доносить те ценности, которые есть, и вот я это ищу через тест-гипотез. Я уверена, что ты свой тоже. Маш, в тебе такой напор просто природный, хороший-хороший напор. Вот, понимаешь, в тебе есть этот двигатель, этот огонь. Почему, я уверен, на тебя люди подписываются? Потому что они чувствуют эту энергию. Я считаю, у тебя самое главное, почему к тебе тянутся люди, я же знаю тебя энное количество лет, потому что к тебе есть вот эта вот жизненная сила, жизненная вот этот, знаешь, драйв, жизненный драйв. Соответственно, формат найдется, главное, что все это будет пропитано драйвом. Благодарю тебя. Спасибо тебе. За эту встречу и за это интервью. Спасибо.